В своем предыдущем аналоге я как-то так невзначай коснулась темы зависти. Дело в том, что зависть у нас растет, как мне кажется, как какая-то злокачественная опухоль. И, кстати, очень многие социальные проблемы рождены именно завистью. Недавно я видела передачу, и, возможно, многие из вас тоже ее видели, это передача Щелкова на канале Культура, которая называлась «Зависть – положительное чувство». Понимая, что ведущий хочет обострить тему, вызвать дискуссию таким поворотом темы и попробовать доказать, что у зависти есть положительный результат. Но я считаю так. Здесь есть небольшая подмена, потому что зависть может стать отправной точкой для какого-то действия позитивного. Может быть, человек начнет работать над собой. Вот он увидит какой-то перед собой идеал или чему-то он завидует, и он тоже захочет быть таким же или сделать то же самое, что сделал человек, которому он позавидовал. Но я абсолютно не согласна, и я бы в этой дискуссии заняла бы очень жесткую позицию. Я считаю, что зависть – отвратительное чувство. Дело в том, что даже плохое чувство может стать причиной чего-то хорошего, но это не значит, что это самое чувство по себе хорошее. Оно очень плохое, и оно… Вот зависть, к сожалению, рождается вместе с человеком. Человек вообще существо несовершенное. Осуждать человека, особенно когда один человек осуждает другого, это вообще хуже не придумаешь, потому что все мы в этом плане одинаковые, наверное, все мы переживаем, да, и завидуем, и к чему-то стремимся, и, может быть, не всегда у нас получается. И вместо того, чтобы обратить внимание на себя, что мы не так сделали, мы сразу говорим – вот, а он, а у него, а вот если бы у меня было, то я бы… Вот это все абсолютно бесплодные разговоры людей, которые, ну, наверное, просто не задавались какой-то такой целью понять, а в чем вообще дело. Изначально люди рождаются не одинаковыми. А зависть, как я уже сказала, рождается вместе с человеком. Вот родился ребенок, посмотрите, маленький деть, у одного будет игрушка, у другого нет. Сразу же ручонки потянутся, сразу плакать, мам, такую же хочу, дай мне. Потому что я знаю, что первые слова ребенка, вот как говорят, мама и папа, ну, может, у кого-то мама и папа, но вообще-то самое естественное слово для ребенка, самое первое – это дай. Первое слово – дай, а второе – мне. Когда улучшится, дай мне. То есть не просто дай, а именно мне. Вот этот вот эгоизм, который рождается вместе с человеком и никуда не исчезает на протяжении всей жизни. Просто мы социализируемся, мы же компенсируем, мы не можем вести себя, как дети, да. Увидели у кого-то красивое украшение и будем его срывать, да, как ребенок может сделать, взять и отнять совочек там или лопатку, ну, и как бы это нормально. Да, взрослые люди компенсируют все эти качества в себе, но я хочу сказать, что зависть, которая остается в душе человека, она мешает ему жить. Я абсолютно не согласна с тем, что зависть может сыграть положительную роль. Дело в том, что можно отнестись рационально и посмотреть, ага, у этого человека есть то-то, 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 я тоже это хочу, значит, я буду делать то-то и то-то, да. Вот, а сидеть и пухнуть от того, что вот, а почему не Бог, а у меня нету. И вот в этом заключается зависть. Кстати, хочу заметить то, что меня всегда очень раздражало, когда говорят, что вот ревнует, ревнует, значит, любит. Это такая полнейшая ерунда, это такая подмена. Ведь ревность, ну, это оборотная сторона, или даже не оборотная сторона, а это, ну, та же самая зависть, только, ну, если ее перевернуть. Ну, то есть, как бы, если твое достанется другому, ну, это тоже получается зависть, только с другой стороны. Вот, и человек начинает уже даже на пустом месте, даже ничего этого нет, он начинает думать, а как же так, а вдруг мое достанется кому-то. И вот здесь ключевое слово «моё». Никогда человек не может быть собственностью. Я считаю, что ревность – это отвратительное, такое же плохое качество, как зависть, потому что если человек ревнует, он слабый, если он ревнует, он не уверен в себе, если он ревнует, он не уважает своего партнера. И вот говорят, что ну как же, а что, там, допустим, вот, ваш муж уйдет там кому-то, и вам будет хорошо? Нет, мне не будет хорошо. Но я, ну, как бы, как человек, я могу это понять. И вот это понятие ревности, когда человек трясет, колотит, когда он думает, боже мой, там кто-то на нее посмотрел, или кто-то его там куда-то пригласил. Вот это продолжение вот этого чувства зависти, а попросту сказать, чувство собственничества. То есть все должно быть мое. Я недавно прочитала, это я вот сейчас буду заканчивать, прочитала о мусульманах, вот у них многоженство, и что как же эти бедные женщины, вот как они могут это пережить, что сейчас у него там одна жена, еще есть другая, третий вот сегодня он там с одной. Как они бедные живут, прекрасно живут, прекрасно. Потому что, во-первых, это культура своя. Во-вторых, никто никого не бросает. То есть если мужчина там встретил еще женщину, да, у нас как, бросает ту, которая была, он же не может гарем себе создать, да. То есть начинаются вот эти вот разборки, ревность, вплоть до смертоубийства. Вот там все спокойно, младшая жена, старшая жена, уважают друг друга. То есть с этой стороны даже еще можно по-другому посмотреть. Конечно, с точки зрения нашей православной такой морали, наверное, это трудно понять, но я считаю, что православная мораль в плане отношений мужчины и женщины исходит из чувства собственничества все-таки. Что вот мое, оно мое. И отношение к человеку немножко, скажем, не как к субъекту, то есть субъект – это другой человек, а как к объекту. То есть тот, который я могу сейчас переставлять с места на место, вот сейчас он мне нужен, он будет здесь, и как бы при мне, ну, то есть как бы распоряжаться чужой жизнью. Я вот на протяжении всех своих лет, когда я об этом говорю, со мной очень многие не согласны. Но тем не менее я считаю, что как зависть, так и ревность – это очень плохие чувства. Если у человека есть силы моральные избавиться или посмотреть от этого чувства, или посмотреть по-другому, я считаю, что это сильный человек.